Первый клип, альбом или концерт для молодого артиста, конечно же, имеет особое значение. Так вот, как раз сегодня свой дебютный клип у нас в студии представит певица Анжелика Пушнова. Анжелика, доброе утро! Доброе утро! Ну, вообще, я представляю какое-то знаковое событие для тебя. Первый клип, дебют, премьера на первом канале национального телевидения. Расскажи мне, как ты дошла до этого? Я говорю, до клипа. Как вы пережили, что надо снимать клип? Из многих артистов, кстати говоря, очень популярные. Я вот знаю, что Леша Хлюстов вообще клипов не снимает. Но это его принципиальная позиция. Почему вы решили снимать клип? Давно как-то эта идея зрела во мне, потому что песен у меня достаточно. Ну, как бы, тех, на которые можно было бы снять клип. Также я строила в соцсетях тоже опрос. На какую из песен, однако, вот новая композиция. Сегодня не только премьера клипа, но и премьера песни у меня. Песню, которую я услышала, текст увидела Анатолий Лопатин, российский известный поэт-песенник. Потом музыка Дмитрия Парфенова. И я поняла, что это та песня, на которую нужно снять клип. По которой я хочу рассказать какую-то историю. А как ты выбираешь себе песни? Вот скажи мне, как это происходит? Ты уделила текст песни или услышала мелодию и сказала, вот хочу это петь или как-то по-другому? Знаете, всегда по-разному. Всегда по-разному, но мне присылают различные демки и демо-варианты песен. И я рассматриваю, прослушиваю, думаю, могу ли я что-то с этим сделать, могу ли это. Да и менеджер, и продюсер, и директор. И директор. И директор концепт, да. И папа самое главное. Он оказывает влияние на выбор песни? Конечно, он непосредственно. Если бы не папа, вот ему за что большое спасибо, если бы не папа, то этой песни в принципе вообще бы не было в моем репертуаре, не было бы этого клипа. Потому что он вот связался, Анатолий Лопатин, достаточно известный человек, особенно за границей. И как-то вот папа, он помогает, он налаживает эти контакты, как настоящий концертный директор, как продюсер, он занимается этим. В общем, поэтому если бы не он, то и клипа бы не было. Ну а теперь давай поговорим о клипе. То есть вообще понравился ли тебе сам процесс съемки клипа, вообще участвовать в съемках клипа? Мне очень понравилось. Снимали мы ночью, ровно месяц назад. Атмосфера была соответствующая. Действительно в тишине. Клип называется «В тишине», песня «В тишине» действительно мы снимали. А где снимали? В одной из фотостудий Минска, но не хочется раскрывать всех секретов. Однако это действительно было что-то потрясающее. Я очень волновалась, я очень волновалась, потому что первый клип я не знала, как себя вести. Однако как важно попасть все-таки к профессионалам, потому что вот команда режиссерская постановочная группа «Кроу Чайлд» во главе с режиссером Алексеем Сорокиным, вот к ним попала в руки, и все, волнение ушло. На площадке были только те люди, которые действительно понимали, зачем собрались, они мне помогали всячески. Естественно, мой папа тоже присутствовал. Конечно. Анжелика, а вообще сюжет клипа кто придумал? Или может быть просто это презентационное видео, в котором главной героиней ты и больше никого нет? Не совсем так. Это клип воспоминаний, я его так называю, это клип чувств. Там нет четкого сюжета какого-то. Там есть история двух людей, которые нашли друг друга, открылись, доверились друг другу, однако после расставания они вот какие-то эти моменты близости, они хранят в себе, живут надеждой, вспоминают что-то очень близкое, и оно выражается там танцем, что непосредственно, я считаю, одно из лучших способов выражения чувств. И они надеются на то, что это все возродится, эти чувства светлые моменты близости, после которых они уже не будут прежними. И однако там вот я оставила кусочек, даже такую значительную часть для зрителя, потому что история, она не до конца рассказана, там всегда можно придумать что-то свое, потому что я хочу, чтобы зритель, он нашел себя, может быть, в этой истории, какие-то свои чувства, свои переживания, чтобы он вспомнил свою историю, и вот оно что-то напомнило, что-то хорошее и очень светлое. Джелик, позвольте я задать, наверное, самый сложный вопрос, который обычно задают артистам. Зачем? Да. Зачем? Зачем снимать клип? Да, почему ты выбрала именно вот такой путь? Я давно очень хотела, хотела клип и не могла найти подходящую песню, потому что мне кажется, что клип это очень важно, то, что ты что-то действительно хочешь сказать. Чтобы тебя не только слышали, но еще и увидели тебя. Чтобы и увидели, конечно же, потому что многие часто есть такая проблема, что слышат мои песни, однако не знают, как я выгляжу, ну, то есть какие-то естественные череды. Какая-то девочка. А потом, ой, я же знаю эту песню, а это ты, и вот хочется, чтобы такого больше не было, и клип действительно, еще хочу, чтобы теплые чувства какие-то затронул у каждого человека, потому что он такой, навевает воспоминания, какую-то ностальгию. Ну, у нас совсем немножко времени осталось, еще тогда два слова о творчестве, о планах. Вообще, я думаю, что у тебя достаточное количество людей, поклонников, которые следят за твоим творчеством. Как мы видим, у нас здесь еще известно, что ты общаешься с молодыми представителями шоу-бизнеса, вместе вы часто держитесь. То есть ты вообще у нас такой социально активный очень человек, в интернете, в сетях, много где, да. Поэтому расскажи, какие планы у тебя? Планирую сотрудничать с зарубежными авторами. Вот Алексей Малахов у нас снимал плодотворное сотрудничество, скоро новая песня. Сейчас работаю над ней. Также я работаю как ваша коллега, как телеведущая, тоже полностью в этом. В общем, мы с Анжеликой несем на красоту в масле. Вот это правильное мнение. Анжелика, уже осталось буквально пару секунд. Представляй, пожалуйста, представляй песню свою. Клип в тишине. Уважаемые телезрители, посмотрите и почувствуйте, найдите там свою историю. Приятного просмотра. Друзья, давайте смотреть. И на этом наш программа завершается. Удачного всем уикенда. Пока. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все это как рождение, как приглашение в мир нашего совпадения, нашей с тобой любви. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok